Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Региональное министерство природы планирует разработать экологический кодекс. И помочь россиянам узнать больше о героических родственниках. Для нас это святое, это свято, знать своих, особенно те, которые пропали без вести. В областном Крывеческом музее подвели промежуточные итоги акции «Судьба солдата». В эти минуты в Законодательном собрании области депутаты принимают казну региона во втором чтении. До этого документ прошел обсуждение на различных комитетах областного парламента. Его отправляли на доработку и вносили коррективы. В Законодательном собрании работает наш корреспондент Кристина Агафонова. Кристина, добрый день. Каковы же основные параметры бюджета и на что пойдут основные денежные потоки? Добрый день, Ирина. Буквально несколько минут назад областной парламент все-таки приступил ко второму чтению бюджета 2020 года. К этому моменту от депутатов поступило немало предложений, которые, по их мнению, должны улучшить качество жизни жителей нашего региона. Учли их или нет, мы узнаем, конечно же, по итогам принятия главного финансового документа. Не утихали действительно споры о распределении финансовых потоков. Они шли и на профильных комитетах, и здесь, в фойе, продолжались буквально до самого начала заседания. Я напомню, финансовый документ сверстали с дефицитом в 900 миллионов рублей. Расходная часть, согласно проекту, превышает 60 миллиардов рублей. И львиная доля из этих средств пойдет в социальную отрасль. Это 41 миллиард рублей. Буквально по цифрам, из них 11 миллиардов рублей уйдут на социальную защиту и поддержку населения, и почти столько же в здравоохранение. К слову, именно эта строчка расходов и вызвала больше всего вопросов у депутатов, больше всего споров и обсуждений на профильных комитетах. Ну а вот отрасли культуры и спорта, по мнению народных избранников, оказались недофинансированными. Проект бюджета планируется, что мы продолжаем следить за развитием событий и обязательно познакомим вас с результатами. Ирина. Спасибо, коллега. На прямой связи из ЗАГС Собрания была Кристина Агафонова. А мы продолжаем выпуск и переходим к другим темам. Контейнерный поезд между Ульяновском и Китаем начнет курсировать уже в декабре. Это совместный проект региона и провинции Шаньдун. Его реализацию обсудили представители Приволжского таможенного управления с китайскими коллегами. Предполагается, что на территории особой экономической зоны в Ульяновске построят логистический склад, а также контейнерный терминал. Отдельная железнодорожная ветка сначала будет принимать два состава в месяц. Уже в РЖД есть зарезервирована ветка Забайкальска-Ульяновск. В последующем мы будем ее только развивать. Первые контейнерные поезда пойдут через Ульяновск-3, в последующем будет поориентация на портовую особую экономическую зону. Работает режим свободной таможенной зоны. То есть все товары и продукты, которые помещаются под режим свободной таможенной зоны, на период ее нахождения не облагаются ни таможенными пошлями, ни НДС. Только с момента вывоза из предела свободной таможенной зоны. Это также уникальные преференции, которые мы можем предоставить бизнесменам. По обратному маршруту контейнерные поезда должны повезти товары уже ульяновского производства. Сейчас эти вопросы рассматривают совместно с корпорацией развития. Это позволит увеличить экспортный потенциал местных компаний. К сотрудничеству уже готовы некоторые производители кондитерских изделий и пищевой продукции. Свод правил экоповедения разработают для ульяновцев. Региональное министерство природы планирует разработать экологический кодекс. Он будет соответствовать международным стандартам. Это первый опыт среди российских регионов. Документ должен стать перечнем экологических правил для населения. Каждая отрасль внесет свои пожелания для разработки документа с учетом их специфики. Например, что касается сбора и переработки мусора. Мы уходим от огромного количества полигонов, свалок, куда будут свозиться. И как это делалось раньше, вывозились отходы, мусор. Сегодня это всего лишь десяток объектов на территории региона. И уже достраивается пятый мусоросортировочный комплекс. Все это как раз делается для того, чтобы уменьшить объем отходов, продлить срок службы полигонов. Самое главное, чтобы они не вредили окружающей среде. Экологический кодекс будет носить надведомственный характер. Предполагается, что он включит в себя экологические правила поведения жителей Ульяновской области. А также основные направления экологической политики, чтобы жить в комфорте с окружающей средой и дикой природой, не навредив им. А в итоге и себе. Правила коснутся как лесов и водоемов, так и городских парков и скверов. В областном Крывеческом музее подвели промежуточные итоги акции «Судьба солдата». Ее организовал общероссийский народный фронт. Задумка проекта в том, чтобы собрать лучшие поисковые практики и помочь россиянам узнать больше о своих героических родственниках. В регионах открылись общественные приемные. В Ульянской области подать заявки на поиск можно было в селе Тетюшское и в поселке Чердаклы. Туда поступило 21 заявление. Эти заявления все были переданы в Центральный штаб Общероссийского народного фронта. И вот на сегодняшний момент экспертами уже найдена судьба четырех наших земляков. Накануне родственников погибших солдат пригласили на торжественное вручение сведений. Им передали папки с документами и библиографическими справками. Рамиль Абитов искал информацию о своем деде Минуле Алимовиче. Солдат был призван в армию в звании евро-ефрейтора. На фронте получил сквозное ранение. Был захоронен в Латвии. И это вся информация, которую знал мужчина. Обратился в ВНФ. С помощью электронных баз Министерства обороны России и архивных документов удалось найти дополнительные сведения. Для нас это святое, это святое, знать своих, особенно те, которые пропали без вести. Это наши корни, это наша родня. И так как у меня дети, у меня сын военный, я ему это все передам, конечно. Есть внуки, им тоже интересно. Потому что сын у меня спрашивал несколько раз, пап, как там, вот как бы найти им прадедушку и как бы о нем что-нибудь узнать. Впрочем, акция продолжается. Любой желающий также может подать заявку на поиск в Общероссийский народный фронт. Контакт для связи указан на экране. Вы смотрите программу Вести Ульяновска. Мы продолжаем выпуск. В Ульяновске осветили склад гуманитарной помощи Благостыни. Это учреждение существует при Симбирской епархии и работает совместно с проектом «Мама-хелп», который с марта этого года реализует Симбирское общество милосердия. Проект ориентирован на оказание помощи монгодетным семьям, одиноким мамам с детьми и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Торжественное освещение склада совершил митрополит Симбирский и новоспасский Иосиф. Твои бои есть, я же миловати и спасатины, Боже наш, и тебе славу высылаем. Услугами склада и стать участником проекта необходимо войти в группу «Благостыни» ВКонтакте и написать заявку, в чем вы нуждаетесь. Сестры милосердия соберут необходимые вещи и передадут вам. Я думаю, что этот центр будет востребован, потому что нуждающихся людей пока у нас еще много. И наша христианская обязанность оказывать помощь таким людям. Мы сегодня открываем этот центр с надеждой, что он будет приносить пользу людям. И через работу этого центра мы будем осуществлять благотворительную деятельность, то есть наше христианское делание. Нуждающихся много, поэтому организаторы центра с признательностью примут от дарителей, благотворителей и предпринимателей новые вещи. Особый спрос на детскую одежду, обувь, памперсы и другие принадлежности для малышей. Принимаются от дарителей и вторичные вещи, но только теплая одежда и только хорошего качества. От барокко до авангарда. 25 ноября на сцене Большого зала Ленинского мемориала в рамках Большого юбилейного гастрольного тура выступит российский государственный академический камерный Вивальди-оркестр под управлением Народной артистки России Светланы Безродной. Единственный в своем роде женский струнный оркестр был основан в 1989 году известной скрипачкой и прославленным педагогом Светланы Безродной. За три десятилетия коллектив дал около трех тысяч концертов. В репертуаре оркестра отечественная песенная классика, городской романс, оперета, музыка. Из репертуара всемирно известных танцевальных и джазовых оркестрах 20-50-х годов XX века. Особое место в творчестве коллектива занимает и патриотическая тематика. Насладиться творчеством Вивальди-оркестра ульяновцы смогут в понедельник, 25 ноября. Начало в 19.00. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». До встречи. Ты молод, амбициозен и талантлив? Ищешь возможность реализовать свои идеи? Хочешь стать автором прорывных технологий в медиаиндустрии? НАТ, АТРП, ВГТРК, ТРАКТ представляют конкурс «Первый шаг». Если ты студент, аспирант или магистрант технической специальности российского вуза, который хочет изменить мир к лучшему, повлиять на будущее отечественного телевидения, ты нужен нам. Ценные призы, поездки на международные отраслевые выставки, стажировки в ведущих российских компаниях – все это ждет именно тебя. А пока заполни заявку и прими участие в своем главном конкурсе. Сделай первый шаг. Все подробности на сайте АТРП.ТВ. Прием конкурсных работ до февраля 2020 года. Конкурс собака АТРП.ТВ. Сейчас в Ульяновске 12 градусов мороза. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»